Пациент, мужчина 56 лет, предъявляет жалобы на боли в коленях, преимущественно в левом коленном суставе, особенно при спускании по лестнице при приседаниях. С данными жалобами обратился к травматологу, который порекомендовал проведение МРТ коленного сустава для уточнения диагноза. Область исследования. Левый коленный сустав. Исследование SEC-CORE-AX проекция. Импульсные последовательности C-T1, T2V, PD, FS. Контрастное усиление не проводилось. Суставные поверхности неровные, с признаками субхондрального склероза, узурации. Занат коленником вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава определяется значительное количество свободной жидкости. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Патерлофермаральное сочленение без особенностей. Признаки отека, разволокнонения в передней крестообразной связке. Внутри и вне суставные связки. Задняя крестообразная связка, латеральная и медиальная коллатеральная связка, собственная связка наколенника не изменены. Признаки декоративных изменений медиального мениска второй степени, на фоне которых определяется продольный разрыв заднего рога с выходом на две поверхности мениска. Признаки декоративных изменений латерального мениска второй степени. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, неравномерно истончен. Переотрегулярные ткани отечны. Клетчатка гофа обычно отечна. Данных за наличие кисты Бейкера не получено. Заключение. МР признаки разрыва медиального мениска. Третий А степени по стольдер. Выраженного синовита, артроза левого коленного сустава второй степени. После установления диагноза пациент получает консервативное лечение у травматолога. Редактор субтитров А.Семкин